Вот мы с трудом сделали с вами фильм, и кажется, неплохой фильм, да, и дети довольны, и все хорошо. А где нам его показывать? Ни один дистрибьютор, который работает с американским фильмом, не возьмет российскую ленту, не возьмет. Но если только она не в 3D, если там нет спецэффектов, если не потрачено 7-8 миллионов долларов и так далее, такой фильм семейный они еще возьмут, а другой они не возьмут. И таким образом у нас с вами результат будет в Москве на 8 экранах, в Новосибирске, предположим, на 2 экранах и так далее. То есть государственные кинотеатры нам остаются. А вот фильмы, ну, например, короб премьеры и так далее, и так далее, они завязаны круто. Но как мы можем соперничать с джунглями, например, или с Гарри Поттером? Неважно. Любая такая, во-первых, серия, она, ну, давайте возьмем Хоббит, да, не так давно. Хоббит одна серия. Трат на нее столько, сколько на весь наш кинематограф в течение года. А реклама? Мы-то когда делаем, только бы доделать, только бы успеть, только бы доделать. А реклама? А телевидение? А чтобы вот это все было, понимаете? Да, у нас, я вам скажу больше, у нас не только нет отечественного детского кинематографа, у нас нету и отечественного вообще кинематографа. И если меня будут говорить, ну, как же, а фильм «Сталинград» моего брата, фильм «Легенда 17», а вот сейчас экипаж, 4-5 картин не делают национальный кинематограф, вы понимаете? И на них, кстати, потрачено средств больше, чем 7 миллионов долларов, где-то от 7 до 30. Да, если серьезно, то тогда оно имеет, вот, например, фильм «Сталинград» спас что, кто? Китай, они купили картину, они его мощно показали, и тогда это все вернулось, а так бы и нет. Не надо забывать, что когда выходит фильм, 50% берет на кинотеатр. Остается 50%, но тоже не 50%, еще проценты берут, кто? Дистрибьютор. И вот эта кроха остается, чтобы покрыть расходы на затраты. Так вот, расходы на затраты фильмов у нас на 70% не возвращаются, убыточно. Потому что убыточно снимать то, что не нужно никому. Вы делаете фильм, которым нет ни компьютерный график, который интересен современному ребенку, он же все, он уже посмотрел всех летающих мальчиков, и ему же нужно что-то еще интереснее. Нет такого посыла, какой у нас был в советское время, когда мы снимали фильмы, мы знали, что его посмотрят миллионы, но 7 миллионов детей в первую же, понимаете, неделю проката детства Бэмби у меня было 7 миллионов детей. Его увидели во всем мире. Сейчас этого нет. Значит, надо огромную сеть государственных кинотеатров. Это уже все поняли. Вот на будущий год будет построена целая сеть заново государственных кинотеатров, в котором будет идти на 70% наше кино, отечественное, а на 30%, пожалуйста, налог обязательно, ну тут я влезаю в какие-то истории, налог на американскую продукцию. Это сделали во Франции, это сделали в Польше. Все защищают свое национальное кино. Мы не защищаем. Нате вам. И бюджет американцам идет. Левиная доля этих денег могла бы идти на развитие нашего кинематографа, понимаете? Но кто-то это лоббирует, кому-то это очень невыгодно. Кто-то уже присосался, им удобнее. А что там выходит в кино? А вот это вот я куплю и куплю, я буду в полном порядке. В полном порядке, конечно. А мы нет. И самое главное, дело же не в том, что компьютерная графика. Дело в том, что нашего менталитета не хватает. Нашего, любимого. Там, где герой действительно становится героем. Кстати сказать, на английском языке слова нету подвига. Вы знаете об этом? Нет. Подвижничество, подвижники, у нас же духовные есть подвижники. У нас же есть просто подвиг, слово подвиг. Там есть хироу, герой. Но герой – это не подвиг. Так вот, наши ценности, если мы защищаем ракетами, я не знаю, чем. А где мы защитим ребенка, который сразу обвалом на него, через iPad, через iPhone, через все эти штучки, идет другое? Ему объясняются другие правила жизни. Правила жизни, основанные на прибыли. Если ты не будешь богат, ты никто. Даже если в тебе есть творчество, творческий потенциал. Вы понимаете, что это борьба с мировым тельцом? Вы понимаете, насколько это все граничит быть или не быть российскому менталитету в мире? Это очень серьезно. Поэтому не обращать на это внимания, я считаю, что это глобальное преступление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...